Привет, меня зовут Олег, вы на канале Beer Hunter Сегодня будет ролик про основы стрельбы из арбалета и про его обслуживание Обязательно досмотрите этот ролик до конца, потому что в нем я расскажу, как стрелять из арбалета Как его обслуживать, да все это сделать так, чтобы не причинить никаких увечий ни себе, ни своему арбалету Почему я вообще решил записать это видео? Я знаю, что каждый мужчина с самого рождения идеально знает технику стрельбы Но просто я тут недавно вспомнил одну историю Я в тире работал, и там как раз приходили мужчины, которые стреляли Я каждому задал вопрос, говорю, стреляли когда-нибудь? Просто каждый второй мне говорил, что да, я охотник высшей категории 50 лет уже просто каждый день с трофеями прихожу Но при этом один возьмет вот так вот, там выпурется Второй приложится не в плечо, а прицелом в глаз засунет И поэтому я говорю, давайте назовем, что это ролик повышения квалификации стрельбы Вот, и здесь будут какие-то основы Где я расскажу, как правильно надо стрелять из арбалета Если вы реально умеете стрелять из ружья, давайте честно То тогда, в принципе, вы все знаете Но если нет, то досмотрите обязательно до конца Итак, вы купили арбалет Про то, как его собрать, я рассказывать не буду, потому что у нас уже были ролики на эту тему По ссылке в описании или по подсказке переходите, смотрите Мы его собрали, и после этого первое, что нам нужно сделать, это намазать его воском Не весь, естественно, а только А только тетиву и направляющую Нужно это для того, чтобы арбалет дольше прослужил Ведь воск смазывает у нас волокна между собой И они начинают при стаблее меньше тереться И также нам нужно намазать направляющую Ведь тетива у нас скользит по направляющей Трение там достаточно большое Ну и замок тоже, естественно, нехило так дерет тетиву Поэтому воска много не бывает Но все лишнее надо снять Мы берем просто прям вот так, не стесняясь, смажем Туда, сюда И потом И потом просто пальцами, веревкой и чем угодно Растираем, чтобы чуть-чуть его поднагреть И он впитался у нас в саму тетиву Также арбалет можно развести, чтобы добраться до той части тетивы Которая в обычное время намотана на блок И поэтому нельзя ее намазать Кстати говоря, этот арбалет не даст себя развести Если у него кончились стрелы И вот нам сейчас надо разрядить арбалет Но ни в коем случае нельзя просто взять и выстрелить без стрелы То есть либо вставляем стрелу, стреляем в мишень Либо просто разряжаем Здесь хорошо встроен натяжитель И, собственно, делается это достаточно легко Но если натяжитель не встроен Точно так же можно его накинуть и одной рукой спустить Но проще выстрелить Но ведь на этом арбалете магазин и как смазывать под ним Логичный вопрос На самом деле тут все достаточно просто Вы можете воспользоваться, я не знаю, в одной палочке или чем-то таким Чтобы туда забраться или смазать Но есть вариант и попроще Вы можете просто взять за блок Вывернуть его вот таким образом И, соответственно, здесь хорошенечко Прям хорошенечко так промазать тетиву Лучше, наверное, это сделать в одной и в другой стороне Все Главное, вот тут можно прям запасом помазать Чтобы у нас этот воск размазался и по направляющей Когда мы будем, соответственно, стрелять Еще немного приготовлений В принципе, вы должны подстроить арбалет под себя И мы можем только две вещи подстроить Это приклад и это прицел Приклад тут хорошо регулируется То есть тут вообще прям замечательно его под себя можно построить Но если они регулируются, то тоже можно что-то придумать Добавить или, ну, укротить, конечно, вряд ли сложнее Но добавить проще И с прицелом Но с прицелом мы поговорим чуть-чуть попозже Там по высоте надо будет кольца под свой прицел подбирать Если у вас оптика Соответственно, как мы подбираем приклад Мы просто берем арбалет Вот, кладем палец на спуск Сгибаем руку под 90 градусов И нужно, чтобы приклад упирался в плечо Ну вот да, у меня это получается предпоследняя регулировка Ну вообще вот так, конечно, по-хорошему Но, короче, вы поняли 90 градусов Приклад упирается в плечо Вот это моя длина приклада Ну и теперь давайте перейдем к основному То, с чего начинается любая стрельба Конечно же, это техника безопасности И запомните, в принципе, три основные правила Которые нужно вбить себе в голову Первое То, что когда мы стоим на линии стрельбы У нас арбалет смотрит только в сторону мишени Вот не как сейчас у меня в сторону оператора А только в эту сторону Это первый момент Второй момент То, что арбалет мы никогда Заряженный или не заряженный Никогда не направляем на человека Потому что человек не поймет Заряженный у вас арбалет или нет Он просто увидит, что на него какой-то Направил арбалет Ну и к тому же раз в год и палка стреляет И третье правило Что из арбалета нельзя стрелять без стрелы Потому что арбалет у нас запасает энергию И потом вся эта энергия должна использоваться На то, чтобы разогнать стрелу Для этого она предназначена А если у нас стрелы нет То разгоняться будет не стрела Разгоняться будет тетива Будут блоки Будут плечи И все это на огромной силе Полетит в разные стороны Плечи, каждое плечо будет направлено в свою сторону Тетива будет тянуть все это вперед И поэтому что-то обязательно не выдержит и сломается Поэтому на любом арбалете На любом нормальном арбалете Все стрелы стрелять строго-настрого запрещено Теперь давайте поговорим про стойку Стойка это очень важно Потому что у нас в руках есть бандура Которая весит нескольких килограмм И при этом норовит иногда куда-то отлететь Я имею в виду, вы стреляете На арбалете так или иначе есть Какая-то отдача, на ружье отдача есть И нам поэтому нужно стоять очень удобно Да и к тому же так, чтобы загасить все вот эти колебания Которые арбалет будет нам передавать Для этого мы левую ногу ставим немножечко вперед Правую назад И встаем под 45 к мишеням Туловище наше тоже стоит пока под 45 Обувь должна быть у вас удобной Стоим ровно и не заваливаемся Повторюсь, у нас в руках есть несколько килограмм Которые наше тело само по себе стремится всегда компенсировать Поэтому, когда мы поднимаем арбалет Нам хочется провалиться назад Для того, чтобы этот вес сместить ближе к нашему центру Но так делать не нужно Мы как стояли ровненько, так и стоим Теперь непосредственно про то, как стрелять Тут работает то же правило, которое работает абсолютно везде Прикладываться надо так, как вам удобно Поэтому идея в чем Если мы закрытыми глазами прикладываемся И открываем глаза, и у нас все находится там, где нужно Значит, мы прикладываемся правильно Если мы прикладываемся, откроем глаза И смотрим, что у нас прицел не там Значит, мы что-то делаем не так Складываться, соответственно, нужно в плечо Не надо ставить наверх Не надо подмышку засовывать Упираемся в плечо И чаще всего приходится упираться чуть-чуть повыше Это вот то, про что я говорил в плане прицела Если мы прикладываемся, и нам хочется прицел поставить выше То нам нужны кольца с большим выносом Если ниже, соответственно, маленькие кольца покупаем Именно для этого они различные и существуют Все, что я сейчас говорил, справедливо и для положения головы Нам не нужно подстраивать голову под прицел Если у нас оптика, нам не надо засовывать голову в оптику Нам нужно поставить оптику, она двигается ближе, дальше По высоте кольца меняются так, чтобы нам было комфортно Если у нас подщечник большой и позволяет приложиться так, чтобы положить на него щеку То это замечательно Есть арбалеты, на которых этот подщечник регулируется Теперь, что касается передней руки Тут, в принципе, все просто Мы либо обхватываем так, чтобы вес был равномерный Если у нас тут стандартная какая-то рукоятка В принципе, на большинстве арбалетах это стандартное место, где мы можем взять Надо следить только за руками, чтобы пальцы не попали под тетиву Потому что, если у вас там арбалет усиленный, то это прям вообще печально закончится Если у вас арбалет не усиленный, то это будет просто очень больно Поэтому просто следим за рукой У меня тут стоит, например, вивер, который также можно поставить на многие арбалеты И вы можете поставить сюда абсолютно любую рукоятку, которая вам будет удобна Недавно у нас выходило видео на канале, где как раз я подбирал под себя эти рукоятки И, кстати говоря, это оказалось достаточно удобной Но у меня есть небольшие сомнения касательно того, что я начну заваливать арбалет Теперь, что касается прицеливания Всего есть основных четыре вида прицелов Это диоптрический, коллиматорный, оптический и голографический Вы можете легко загуглить просто, как пользоваться таким-то прицелом Вам все расскажут, поэтому на этом я отвлекаться не буду Господа, пришло время стрелять Заряжаем стрелы А пока я вам расскажу в целом немножечко про стойку Стрелять надо как бы по кайфу Чтобы мы могли легко, на расслабоне, так сказать Без напряжения лишних мышц Потому что все мышцы, они так или иначе влияют на целое положение туловища Поэтому чем меньше работает маленьких мышц, тем лучше Чем больше работает мощных мышц, тем лучше И что теперь касается дыхания Нужно стрелять на полу-выдохе Не полностью на выдохе, не полностью на вдохе А в самом расслабленном состоянии наших легких То есть мы вдохнули Сделали выдох Но вот сейчас я говорю на еще том воздухе, который у меня в легких остался Но при этом я как бы выдохнул Поэтому так не надо, потому что у нас начинается болтанка То же самое и на полном выдохе тоже не надо Просто как бы расслабляем легкие Что выйдет, то и выйдет Главное, чтобы из того места выходило Целимся и Также на расслабоне По кайфу нажимаем на спуск Нам не нужно резко нажимать Нам нужно сначала положить И потихонечку, потихонечку продавливать И в один момент произойдет выстрел Давайте пока просто вам Пожалуюсь на жизнь свою блогерскую Потому что мне хочется, чтобы арбалет был легким по сильным движениям Потому что я задолбался Я вот видите взвожу его Вот так вот Хотя его можно завести рукой Но когда ты там много стреляешь Ну гораздо проще делать это вот именно таким образом И хорошо, что тут есть стрельбы, которые позволяют Ну даже там девушке, например Она спиной сможет завести этот арбалет Вот то же самое касается и Того, что эти стрелы надо доставать из щита А проблема в том, что они входят по самые перья И ну как бы можно их намазать воском Но когда ты мажешь там Не воском, а смазкой Когда ты мажешь стрелы Смазкой, чтобы их проще доставать И чуть глубже входят Когда у тебя лук и стрела И стрела длиной в 30 дюймов Там в принципе пофигу Ну зайдет у тебя чуть-чуть поглубже Стрела, ничего страшного А когда у тебя стрелы и так входят по самой оперению Потому что они тонкие И у них проникающая прям очень большая То, ну я не уверен, что легче становится доставать стрелы То есть нужно прям щит какой-то хорошенький покупать Не просто кучный, а еще и сильный На стрелы по перья заходят 20 сантиметров Если покупаете арбалет, покупайте себе смазку для стрел Маленький можно купить силикон отдельно И губку с прозрачным покрытием для обуви Одной пшикой идти на губку И губкой мажете Ну буквально пару дюймов стрелы И жить вам станет гораздо легче